МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале престижной весовой категории до 91 килограмм он победил представителя Казахстана Василия Левита. Пока Евгений успешно боксировал за золото, новосибирский боксер, двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, Миша Алоян провел свой первый бой на турнире. На стадии 1-8 финала им противостоял француз Эли Конки. 27-летний Миша Алоян является самым титулованным в сборной России по боксу на этом олимпийском турнире. Его считают чуть ли не главным фаворитом в состязании боксеров весовой категории до 52 килограммов. В первом своем поединке он это доказал, выиграв его со счетом 3-0. Теперь в четвертьфинале Миша предстоит встретиться с колумбийцем Сейбером Авилой. Миша, он и сам, будучи человеком очень скромным, но заявляя, что едет за золотой медалью, это в принципе вот здесь, в аэропорту, в том, о чем он 4 года назад сказал, значит, с грустной мимикой на лице и показывая всем свою бронзовую медаль, что через 4 года он будет возвращаться за золотой. Естественно, он сам от себя в первую очередь ждет золотой медали и это вполне оправданно, зная его амбиции, зная тот труд, который он проделал, а я не понаслышке знаю, как он готовится и где он готовится. Я думаю, вот этот поединок первый сегодня ночью 3-0 с французом показал, что Миша в очень хорошей форме. Мы не будем загадывать, спортсмены все все верные, но Миша Алоян уверен, себя видит только на верхней ступени, а мы, естественно, ждем от него только максимального результата. Тем временем, теперь уже двукратный олимпийский чемпион Роман Власов поделился в инстаграме фотографии золотой медали, добытой в Рио. Цитирую, скажу честно, тяжело достаются золотые олимпийские медали. Спасибо вам, дорогие моему сердцу люди, кто болел, переживал и не спал. Спасибо и тебе, Роман. Если золотую медаль Власова мы пока видели только на фото, то другой новосибирской чемпионки Юлии Гавриловой уже смогли наблюдать воочию. Сегодня утром фехтовальщица вернулась в родной город. В аэропорту Гаврилову встречали цветами и овациями, а сама олимпийская чемпионка лишь смущенно улыбалась в ответ. Как потом призналась девушка, к своему новому званию она еще не привыкла. Напомню, Гаврилова поехала в Рио в качестве запасной и пропустила соревнования в личном зачете. Однако в командном турнире ей удалось выступить. Об этом шансе Юлия узнала за пару дней до старта. За схаткой в четвертьфинале и полуфинале она наблюдала со скамейки, а в финале заменила свою подругу по команде Екатерину Диченко. В первом же бою у сибирячки противостояла лидер украинской сборной Ольга Харлан. Я боялась, ноги дрожали, руки дрожали, но я, наверное, смогла преодолеть это. Никто не заметил, что мне было настолько страшно, потому что была такая высокая ответственность, когда ты сидишь запасной и тебе в нужный момент за золотую медаль нужно собраться и сделать все, на что ты способен. Я, конечно, была очень напугана. В итоге новосибирская фехтовальщица три раза вышла на дорожку и все три раза одержала победу над соперницами. И, по словам главного тренера сборной, стала главным героем этого золотого финала. Когда мы выиграли, я вообще себе представляла по-другому, как я буду именно реагировать на это, потому что ты все равно вольно-невольно, ты боишься об этом думать, но думаешь, что мы можем стать с олимпийскими чемпионками. И в какой-то момент я подумала, что так, наверное, я заплачу, засмеюсь, и вообще вот это шквал эмоций, но было все не так. Наоборот, какое-то опустошение такое дикое, и ты не понимаешь, что так с тобой творится. Тебе просто радостно, но ты еще не понимаешь, что происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Турнир с Челябинским трактором «Сибирь» проведет сегодня. Решающие матчи мюриала Рамазана пройдут 17 августа. Встречу за третье место в прямом эфире будет транслировать телеканал УТС. А на сегодня у меня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова